всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я много делал обзор защищенных телефонов за эти годы но много с десяток наверное точно но вот от компании агэ впервые телефон в моих руках многие я уверен знают про эту компанию и я слышал про них что-то но в руки не попадал как китайский производитель действительно хороших качественных телефонов с водостойкостью и здесь даже еще ударозащита есть по американскому стандарту единственно могу и лжи вспомнить который по этому стандарту защищали но здесь все достаточно серьезно и многим понравится что здесь огромная батарея здесь у нас qualcomm snapdragon пусть 450 это такой середнячок не для игр телефон явно либо играть на минимальных настройках ну чуть позже расскажу как это все получается но телефон действительно защищен и защищен не только по ip68 именно погружение под воду песок бросить и так далее помыли под водой пользуйтесь дальше и самое важное китайцы все как один почему-то углубляли порты при том там если неважно micro usb или тайп си здесь тайп си они очень сильно углубляли и нужен был специальный кабель который шел в комплекте здесь же подходит обычный кабель и мало того молодцы он не защищен порт это здорово то есть не нужно эти заглушки иногда бывали такие заглушки на телефонах что их тяжело просто открывать здесь же полный порядок но начнем с внешнего вида и для тех кому важно модуль nfc здесь есть и также это многих порадует телефон достаточно увесистый 216 грамм но это оправдано потому что здесь во первых батарейка 5400 кроме того телефон высокоманикулярный материал называется вот я прочитал официальную информацию вот задняя спинка и вставки из традиционного алюминия вставки при том отмечу по бокам вот здесь то есть сверху и снизу по углам это специальные прорезиненные углы чтобы ну вы понимаете телефон если упадет на угол то вставки этих смягчат удар защитное стекло конечно же горелок глаз присутствует сверху пленка наклеена кстати достаточно аккуратно претензий к ней нету я бы снимать ее не стал олеофобка по пленке хорошая то есть пока есть пользуйтесь кто купил не снимайте сверху у нас дополнительный микрофон шумоподавления с правой стороны кнопки громкости на смартфоне много кнопок предупреждаю сразу есть кнопка запуск голосового ассистента google снизу кнопка камеры тоже очень удобно на самом деле для защищенного телефона потому что единственное из заблокированного состояния телефон не разблокируется нужно потом телефон все-таки разблокировать будет кнопка работает на запуск камеры и нажимаете на нее делаете снимок кнопка включения и лоточек слот совмещенный либо две сим-карты nano sim либо вместо второй карты памяти micro sd как уже говорил ничем не защищенный разъем usb type-c и фишка который вы наверное те кто знает телефон думали чё же я сразу сразу то не сказал ребят от компании jbl здесь значок не просто так 4 динамика их действительно 4 я закрывал пальцами и звук идет уж не знаю я не разбирал его может там один какой-то динамик стоит но заявлено 4 я не думаю что китайцы нас обманывают ребята при том эти четыре динамика выражается для чего они нужны здесь есть обычный fm радиоприемник если вам это важно fm приемник работает без разъема для наушников который выступает в качестве антенн антенна в корпусе и ловит нормально ну в москве тестировал ловит очень громко при том забавно через стройный проигрыватель музыку все слушать она играет ну громче обычного телефона флагмана скажем нормального но не сильно громче но когда я включаю через mx player фильм то тут реально просто вас попросят закрыть дверь сделать потише телевизор такое чувство ну громко нельзя сравнивать с бытовой техникой но выше среднего выше звук громче чем на любом телефоне это действительно круто надо попробую включить не знаю через микрофон и как это будет но смотрите очень громко если телефон положим звук очень громкий хочется сделать потише это вообще первый телефон с такими громкими динамиками и особо отмечу если вот я при вас сейчас делал положить его никаких выступов здесь нет да нету ровненько все ровно да абсолютно он лежит не шатается но звук все равно проходит это конечно здорово по внешнему виду практически все отмечу единственная фронтальная камера здесь никакого выреза здесь нет огромный 599 экрана о котором сейчас и поговорим и последний штрих вот эта задняя крышка вначале она мне не очень понравилась она напоминает что-то среднее между пластиком и металлом но она не холодная и на ней остаются отпечатки но тоже придираться наверное глупо но телефон даже если в воде или в снегу я в снег его кидал в руке держится самое главное единственное по придираться здесь бы еще вот ставки такие бы они сделали потому что если руки скользкие в грязи например телефон руки у вас грязные то здесь бы вы не помешали ребра жесткости но в остальном продумано хорошо телефон из рук не выпрыгивает то есть нормально вот эти металл в меру скользкий бывает хуже опять же за кнопки можно вот так вот ухватить либо за углы углы вот держится хорошо они такие ребристые прорезиненные сканер отпечатка пальцев на задней панели и камера поговорим об экране 590 дюймов 260 на 1080 это вытянутый дисплей два к одному разумеется IPS матрица единственное на текущей версии прошивки яркость не совсем корректно иногда показывает но возможно с обновлением исправит то есть иногда вручную хочется яркости добавить больше к самому экрану вопросов нет дисплей яркий хороший технология IPS на солнце сейчас у нас просто февраль 2019 года солнышка нет чтобы проверить как на солнце читаем но каких-то проблем я здесь не нашел дисплей хороший камеры смартфоне две не стали они придумывать там несколько камер делать просто одна камера на 12 мегапикселей основная и на 16 мегапикселей фронтальная обе камеры способны записывать видео в качестве full hd мне не сложно я оригиналы видео положил ссылка под видео видео пишет сносно чудес конечно нет но такое слово есть сносно хорошо наверно неплохо не отстойно а хорошо немножко стабилизацию проверим пройдусь телефон в одной руке ну и звук заодно проверяем есть возможность видео на паузу поставить и случай качество видео с фронтальной камеры может кому пригодится вот так она выглядит вот смотрим и звук проверяем и картинку с фронталки камеры с фронталки видео тоже неплохое я опять же если для вас это важно потестировал а вот качество фотографий хорошее вот прям вот хорошее реально на уровне ну не знаю сравнить глупо с чем-то но мне понравилось даже ночные снимки если вы телефон не будете трясти они подвижно зафиксируете настроите и сделаете получается очень даже хорошими и лучше чем на некоторых других телефонах сопоставимой стоимости для меня загадка как так бывает любом случае посмотрите для вас много примеров фотографий и примеры видео с этого телефона по ссылке сама камера интерфейс достаточно простой ничего необычного здесь нет но все как-то понятно и логично можно вручную настроить можно звук принципе не в принципе ничего особенного нет авто рекомендую использовать иногда можете использовать hdr но hdr в этом телефоне конкретно будет цвета немножко приукрашивать поэтому снимайте на авто снимки получаются в большинстве случаев хорошим как говорят старый добрый старый добрый qwacom snapdragon 450 если мы не говорим об играх потому что папа мобайл комфортно играть только на самых минимальных настройках для называется она плавно 72000 в антуту набирает если вам это важно то если вам это не сильно важно в таком телефоне а я уверен никто не будет покупать телефон ради игр то в остальном интерфейс может быть не такой быстрый как на телефонах с более мощными процессорами но для защищенного телефона именно для этого нормальный в любом случае вы все мы все понимаем что это лучше чем медиатек тот же gps например он берет почти мгновенно и поймал у меня огромное количество спутников gps глонас у меня 15 спутников из 37 за минуту взял в работу с точностью до трех метров это очень хорошее показатель это показатель флагмана на снайдрэгоне выпускается обратите внимание версия либо 3 гигабайта оперативной и 32 встроенной которые у меня либо 4 гигабайта оперативной и соответственно 64 встроенной напомню что можно вместо второй sim карты поставить карту памяти то есть по производительности придираться не хочу 450 ребят ну вот мне бы хотелось и не то что хотелось я сюда поставил несколько лаунчер то что оболочка встроенной мне не очень нравится она совершенно чистый android здесь без всяких приукрас единственная здесь есть режим работы в перчатках за что производители конечно спасибо подумали и версия android если вам конечно интересно а я думаю что интересно вес android 8.1 и отмечу еще одну вещь которую я всегда отмечаю здесь как google пикселях кнопка назад она будет всегда слева кнопка список последних приложений справа настройки такой переназначить я не нашел но напомню если вам интерфейс не понравится вы можете поставить сторонний лаунчер какой-то и будет вам счастье что еще модуль nfc как я и говорил здесь есть gps глонасс все присутствует все что нужно радио про которое я рассказывал который работает без собственно даже наушников батарейка 5400 миллиампер час в этом телефоне установлен батареи это выше среднего все мы это понимаем это подтвердил и мой тест воспроизведение видео на максимальной яркости один и тот же файл я уже несколько лет гоняя это выжать любой ценой один ролик получилось одиннадцать с половиной часов при том забавно в этот раз я всегда телефоны кладу обычно ночью где-нибудь там 12 ложусь иногда раньше запускаю телефон яркость максимальную репейт и вот утром получается не утром день уже был я смотрю и телефон у меня один я взял один процент остался и вот получилось 11 часов там 27 минусы не округлял 11 с половиной часов это очень высокий показатель реально высокий для и ps экрана 6 дюймовый результат классный в реальном использовании я конечно не поленился и поставил сюда сим-карту походил с ним правда один день не буду рассказывать что неделю телефону мне несколько дней но походил полноценно пофоткал музыку послушал кстати плохо звучит через ну неплохо но так вот через тайп си они в принципе почти все через переходник обычные наушники звучат среди неплохо а так ничего особенного здесь нет так вот у меня разрядился он по-моему на 6 процентов за день но надо учитывать что я делал только фотографии немножко послушал музыки проверил gps что-то еще там он у меня большую часть времени лежал но все-таки экран наверно там часа полтора два поработал я думаю в полноценном использовании дня на два на двое суток должен хватить а если вы пойдете куда-то там в лес поход такой телефон возьмете и не будете сильно его гонять то и дольше все-таки 5400 и snapdragon это хорошая связка вывод по этому телефону телефон мне конечно же понравился понравилось самое первое вот это очень важно если кто пользовался телефонами которых были заглушки и в которых удлиненные разъемы микро юсб или тайп си меня поймут здесь обычный тайп си и это здорово не нужно с собой таскать кабель понравилась огромная емкость батареи понравились неплохие снимки именно неплохие еще раз подчеркну с основной да и с фронтальной в принципе ничего понравился snapdragon понравилось что телефон как gps глонасс как навигатор работает хорошо экран звук просто бомбически при том хочется даже потише сделать не за то что резко просто очень громко реально четыре динамика водостойкость хочется верить и в удара стойкость что если он упадет шансы что он переживет падение все-таки есть стандарт просто так не налепят наверное на этом у меня все цены на этот телефон посмотрите ссылку под этим видео а я же не прощаюсь а как всегда говорю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо если видео нравится ставьте лайк если не нравится ставьте дизлайк счастливо а комплект ну комплект показать можно вот и вот как а न Продолжение следует...